Девушки отдыхают Девушки отдыхают А миф оброс штампами Звероподобные белые Которые непрестанно зверствуют, пьянствуют, расстреливают И благородные красные Конечно, в противовес этим штампам появилось кино из Эйнштейна, Довженко, Пудовкина Но их патетический язык для массового зрителя все-таки сложен Да и вообще, к концу 20-х тема гражданской войны свою популярность утрачивает В такой ситуации за материал берутся Ольга Преображенская и Иван Прабов Создатели едва ли не самого знаменитого прокатного хита 20-х Бабы Рязанские деревенской мелодрамы Крестьяне, чтобы посмотреть фильм, приезжали в город целыми селами Да, собственно говоря, и на Западе картина имела не менее оглушительный успех Но Ольга Преображенская и Иван Прабов из так называемых традиционалистов Преображенская начинала как актриса еще в дореволюционном кино А Прабов был ее студентом То есть нового слова от них не ждали Особенно в теме гражданской войны Вроде бы так оно и есть Все на месте Белые зверствуют, красные мчатся в атаку А между тем, посмотрите эпизод Ну да, перед нами комедия Конечно, героическая Но комедия, по сути, первая Геркомедия в советском кино на материале гражданской войны В фильме «Последний аттракцион» уже герои сами по себе не совсем типичные для этой темы Бродячие циркачи Однако, коли это происходит не революции, революция и должна дать им правильное направление в лице партии, разумеется Тем более, что в нашей картине речь не просто о цирке, но о цирке, который партия национализирует для своих революционных нужд И с этой целью партия посылает в цирк политического руководителя Комиссара Ну, как должен выглядеть комиссар По канону тех времен Ну, понятно Прежде всего, монументальность Кожаная куртка Маузер А вот кого посылает партия на этот раз В школе сейчас таких называют ботаниками Похоже, этот герой только недавно из школьного возраста вышел А циркачи-то сами недотепы И в комиссаре они узнают родственную душу И объединяются вовсе не на почве идейных убеждений А в таком естественном стремлении спасти симпатичную им живую человеческую жизнь Живое сочувствие и пробуждает в героях, поначалу, в общем, не склонных кому бы то ни было сострадать Вот это высокое человеческое начало Сценарий написал сам Виктор Шкловский И в этом легендарном персонаже художественной жизни 20 века Есть что-то от циркача, комедианта Недаром в одной замечательной книге Он был назван сорвиголовой Тилевым шпигелем русского формализма Кажется, ни один из его многочисленных сценариев Не вызвал в кинематографической среде столько безоговорочных восторгов По-моему, кстати, этот сценарий, если не лучшая, но так уж точно самая живая работа Шкловского в кинодраматургии Явно И кто только не выражал стремление этот сценарий ставить От Абрама Рома до Сергея Юткевича Вот так начальство косилось Персонажи какие-то нетипичные Циркачи Вообще, связь с революционными массами Отсутствует Короче, разрешили постановку этого Идейно-сомнительного сценария Только под личную ответственность Дирекции Московской кинофабрики Совкино Себя, высшее начальство Эту ответственность Сняло Даже когда картина вышла Доброжелательные критики пожимали плечами Крепкий середняк Боевиком не будет А между тем, в прокате последний аттракцион продержался до начала сороковых Пока не перестали печатать новые копии Впрочем, и в середине 50-х его собирались Уже озвучив Выпускать по-новой цикле из истории советского кино Почему фильм не озвучили? Не знаю Документов я так и не нашел Но совершенно очевидно Что перед нами прямой предок того жанра В котором будут сделаны и григорьмая звезда И бумбараш И интервенция Так что садитесь поудобнее Смотритесь повнимательнее В это редкое, необычное и потому особенно интересное кино Так что медленно гаснет свет Смотритесь по-новой цикле Смотритесь по-новой цикле Смотритесь по-новой цикле